здравствуй алексей приветствую приветствуем всех это 5 я и опять своем кабинете мы запускаем новый экспериментальный тренинг по теме либидо мартида основы позитивного мышления уже снято очень много интересного материала порядка шести часов он настолько интересен что вот я его смотрю и прям хочется поделиться там просто концентрирует настолько новая интересная информация вот и алексей скажи почему тема либидо мартида важно на твой взгляд не просто важно мне кажется что она сейчас в данный момент очень необходимо более того вот почему хорошо ли все сказал что это экспериментальная потому что мы сейчас вот пробуем новые моменты новые интересные находки огромное спасибо ребятам мне тут как-то написали даже по интернету что вы все делаете не как положено в настоящих тренингах именно на этим и прекрасно что мы не делаем настоящих тренингов вы здесь хотите к настоящим тренером он пожалуйста там пол интернета вот мы придумаем так чтобы и овцы целые волки сыты и момент очень интересный про либидо мартида либидо мартида там как хотите но очень тяжело менять свои привычки очень тяжело свои привычки менять и когда человек потому что начинает менять привычки начинает систему мышления то есть работа мозга по изменению стереотипов пишет называется страдание никто не хочет страдать человек придумать 154 отговорки чтобы не заниматься этим и человек только чуть-чуть там боковым как говорится вниманием замечает что ой сейчас придется меняться я изменю нет это страшно только не это и когда я говорю что страдать можно со слезами и можно страдать со смехом так вот мы бы хотели пройти так переключиться с либидо на мортида с мортида на либидо сначала в игровой форме а потом чтобы вам это было в прикол чтобы страдать со смехом играть в смену форматов потому что это не настолько страшно как кажется и единственное что научиться жонглировать для того чтобы жонглировать поэтому сразу ребят не берите огромные проблемы не пытайтесь их сразу проработать я жонглировать когда учишься лучше брать не хрусталь и не чугун а что-нибудь такое что и не бьется и не очень тяжелое вот поэтому мы бы так хотели и я бы хотел чтобы все это прошло по мягкому по повеселее хотя вот ребята где-то монтируют отсматривают и все равно немножко плющит очень глубокий он затрагивает сложные посты достаточно вот про это как раз еще хотел дать от того что вы решаете не сложные проблемы это не значит что это очень плохо прорабатывается то есть первое самое главное научить собственный мозг определенным алгоритмом или как говорят программиста сначала пальчиками прописать а только потом сложные данные туда закинуть так вот когда мы учим свой мозг мы его просто учим работать в этом режиме а когда он научился вот тогда он вам обработает сложные данные сложные проблемы и вот в материалах как раз практика например на второй день мы проработали с группой где-то около двадцати-тридцати их недостатков переписали их в особенности это очень такая гигантская работа и очень интересно более того я считал что это очень легкая работа ну для меня потому что я ее давал раньше в службе занятости своим людям но чтобы вот как-то быстренько как составлять резюме может на всякий случай потом вам пригодится когда будете устраиваться на работу это выписываете все свои недостатки все потом переделать их достоинства и вы даете резюме очень удобно поэтому устраиваешься на работу блин прям по честному ты говоришь про честные свои качества так вот давайте попробуем все вместе поработать и вот тоже то же мне ребята передали что я должен сидеть отслеживать ребята у меня правда не хватает времени сейчас если вам показать весь свой календарь я не успеваю все состыковать единственное что я попросил отслеживать самые сложные самые такие интересные вопросы вот и тогда они уже будут меня выдергивать из этой вот суеты жизни и я с удовольствием сяду к вам и будет так как мне сказали вебинарчик где мы ответим в живую на все вопросы так далее а основные вопросы ребята и так меня везде преследуют если я еду санаторий они ко мне приезжают только ради вас и говорят вот у нас накопились вопросы и мы вроде бы выдаем вот эти передачи вопросы и ответы поэтому вы уж не серчайте что я не сижу регулярно я иногда просто не боюсь уже подходить к компьютеру потому что там столько всего накоплено и я благодарен то что они хотя бы часть работаются меня делают по формату вы будете делать домашние задания писать отчеты часть из них мы будем отсматривать и будете получать материал который мы уже отсняли плюс будет один живой вебинар на котором мы будем отсмотреть какие-то особо сложные вещи которые не успели осмотреть в тренинге которые не получаются то есть будем на вебинаре с ними каким-то образом образом работать те люди которые были у нас на прошлых тренингах онлайн очень много отзывов положительных там больше сотни то есть там люди достигают таких результатов на мой взгляд при такой интенсивной работе когда каждый день как-то работаешь понемножку над собой результаты могут быть очень хороший но на мой взгляд даже иногда больше чем наш на живом тренинге мы запускаем тренинг он будет сейчас пять дней алексей говорит что нужно 20 дней для формирования устойчивого на вот вот в этом то пять дней это самые трудные пять дней как говорят для того чтобы вагон начал двигаться его надо сначала сдвинуть с места поэтому пять дней это как раз та помощь с помощью которой мы можем сдвинуть этот вагон потом почувствовать собственные силы что он уже едет потом 20 дней потолкать его но сдвинуть как раз помогаем мы вот с этим тренингом а вот когда он уже двигается дальше уже можно бежать а потом уже можно на него и присесть он уже появится например одно из упражнений которые вы будете делать каждый день это дневник успеха то есть выписываете свои небольшие достижения каждый день и соответственно после того как эти пять дней закончатся вы же можете продолжать это делать вы можете вообще это в привычку себе внести и делать это каждый вечер там делять от пяти там буквально 15 минут и писать вообще я почему любой дневник это умение формулировать или определять определение то есть уметь формулировать научить свой мозг облекать в какую-то форму научить свой мозг определять и раздражение и радость а уж тем более ну когда сделали анализ русского языка где у нас 70 все прилагательные относящиеся к человеку 70 процентов всех прилагательных ругательные и только блин 10 хвалебные вот это очень хороший средств который показывает как нас учили к себе относиться нас постоянно ругают и редко кто хвалит и если вы не будете хвалить своего внутреннего ребенка но если вы его не будете любить кто его будет любить поэтому научиться хвалить любить себя а потом уже этого ребенка выпустить мир сказать у меня золотой ребенок потому что нам сколько научили не хвастаться не хвалить себя и все успехи за тебя сделал бог а все неудачи сделал ты его нет 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 очень качественно вот сегодня я смог вот это сегодня я смог вот это то есть постепенно постепенно обращать внимание на какие-то достижения свои небольшие в жизни обязательно фиксировать достижения поэтому но об этом еще подробнее потом когда появятся вопросы по уже по деланию упражнения вот я сейчас не хотел бы раскрывать все карты поэтому вот когда мы будем на вебинаре вот тогда открыть почему у вас это не получалось а вот это вышло вкусно то есть это уже надо сначала получить какой-то опыт а потом уже его рассказать объяснить и умножить копите вопросы начинайте делать потому что вопросов нет в двух случаях либо все понятно во что я не верю либо вообще ничего не понятно потому что не пробовал чем интереснее просто тем интереснее будет вебинар приглашаем на онлайн тренинг